Смотрите, Турция самая сильная страна на Ближнем Востоке экономически. Поставьте, Дральфу. Самая развитая, самая сильная страна в мусульманском мире. Самая сильная армия в Европе. Какая там польская армия, турецкая, посмотрите, что такое турецкая армия. Турция, страна имеющая великолепное отношение с Россией, восстановившая отношение с арабским миром. Упорядочивает свои отношения внутри исламского мира. И вот теперь у него есть возможность вступить в Европейский Союз. Он этого не сделает. Конечно, сделает. Удастся? Турция получает такую прибавку к своей государственной силе. В дополнение ко всему этому, она единственная из всех этих стран, член Европейского Союза. Нет такой комбинации. Причем Турция войдет в Европейский Союз. Она его усилит против Соединенных Штатов. Турции же нельзя ей управлять, она неуправляема. И тогда авторитет Турции, влияние Турции и в Европе, и во всем мире увеличится в разы по кругу. Одно увеличивает другое и обратно. И вот это он сейчас делает. Он пытается это сделать. Ну, только поаплодировать ему. А если Турция войдет в Европейский Союз, она выбьет Европейский Союз из-под Соединенных Штатов. Я говорю, она неуправляема. А вес Турции в Европейском Союзе больше, чем в любой другой стране, больше, чем Германии, больше, чем Франции. Со всей их историей. Она же тоже была империей. И в Европе ее помню. Поэтому для американцев пустить Турцию в Европейский Союз? Потерять. Растранжирить. Все, что они делали сейчас, чтобы подчинить себе Европу. А для французов Турция же их потеснит в какой-то заброшенный угол. И немцев тоже. И не забывайте про Турцию в Германии. Это тоже у него карта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова